Великих Луках 4 часа дня. Вы слушаете радиостанцию Луги-ФМ на 102,6 ФМ. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Неслучайная беседа! Всем привет! В студии я, Игорь Борисов, и это «Неслучайная беседа». Сегодня у меня в студии Александр Новинский. Правильно фамилию произнес? Да, да, правильно. Привет, Александр. Слушай, наверное, расскажи, откуда ты, зачем ты и для чего ты? Здесь у нас в студии Луги-ФМ в шоу «Неслучайная беседа». Ну, для начала, добрый день. Как уже сказано, меня зовут Александр Новинский, и я режиссер кино и телевидения. Сейчас фактически закончил обучение в Санкт-Петербургском институте культуры и приехал сюда на съемку нового фильма. А какого фильма? Фильма? Ковалевская. Документальный фильм. А в рамках чего проходят съемки? Ну, дело в том, что это моя дипломная работа. Я, конечно, много чем занимаюсь, но мне очень повезло, что моя работа и мое хобби совпадают. Такое далеко не всегда получается и далеко не у всех, к сожалению. Ну, с темой я определился года полтора назад. Год назад начал постепенно готовиться. То есть фильм о Софье Ковалевской с одноименным названием. Софья Ковалевская. Да, да, да. История ее восхождения, как она стала такой, какой мы ее с вами знаем. И почему она достойна того, чтобы вот мы сейчас здесь сидели и обсуждали ее. То есть чем она поплатилась и почему она настолько великий, великий человек. А как будешь снимать, если нет киностудий в Великих Луках? Кто помогает вообще? Как это происходит вообще изначально? Ну, вы не совсем правы. Во-первых, из киностудий у нас в городе есть Белый Коч. Это, между прочим, замечательные ребята. В прошлом году я с ними познакомился. Ну, мне кажется, конечно, может быть, им стоило бы побольше внимания уделять самопиару. Если они, конечно, может быть, перед собой такую цель не ставят, но тогда другое дело. Но они есть. Во-вторых, вы не поверите, но в Великих Луках полно отзывчивых и творческих людей. Ну, это так, да. Да, которые просто-напросто разобщены. Я сейчас даже не говорю о талантливых актерах драматического театра или о персонале ДК имени Ленина, который сейчас занимается продвижением вообще всего в городе. То есть, просто кладезь творчества. Люди есть, и моя задача сейчас постараться их всех объединить. Для этого я и создал актерскую базу Великих Луг в надежде создать некое место, где каждый мог бы прийти и заявить «Аз есмь». Ну, то есть, я есть. Я есть актер. Да, да, да. Актерище. Ну, да. Вот, скажи, вот, упомянула актерскую базу Великих Луг, что это? Ну, как сказать? Ну, я начну, наверное, издалека. Давай. Да. Когда я учился на первых курсах своего вуза, то постоянно экспериментировал с жанрами и стилистикой фильмов. А вуз какой у тебя? Институт культуры. Ага, это Санкт-Петербургский институт культуры. Да, да, да. Бывший университет культуры и искусства. Да, и дело в том, что я постоянно экспериментировал с жанрами и стилистикой фильмов. То есть, от каких-то трэшовых и пародийных, комедийных до каких-то серьезных и философских. И по-разному, конечно, получалось. Но для их реализации мне всегда требуются люди. В главную очередь, актеры. Потому что выполнить роль сценариста, оператора, монтажера, световика, звукорежиссера. Конечно, за камерой еще можно. А вот самому сыграть сотню ролей в кадре, это как-то уже проблематично. Ну, не театр одного актера, да? Да. Да, и тут я столкнулся с тем, что людей-то в городе нужных и не найти. То есть, не подойдешь... Именно в Петербурге? Нет, в Великих Луках. В Великих Луках, ага. Да, да, да. Потому что ты же не подойдешь, да, как бы случайному прохожему на улицу и не спросишь. А вы не хотите сняться в моем кино? А я так делал. Я когда в КВН играл, я... У нас был видеоконкурс, я так делал. Я к людям приставал с камерой. Интересно, какая была реакция у девушек? У девушек... Ой, что, а прям меня прям на камеру? Вот. То есть, вы понимаете, да. Да, ну, и тут я пошел по примеру, уже знакомого мне Ленфильма. Он сейчас, кстати, второе рождение претерпевает. Да? Да, ну, то есть, какие-то занятия в ходе обучения проходили там. Это были экскурсии, присутствие на звукозаписях, на съемочной площадке. Пару раз в эпизодических ролях снялся. Повезло так. Наверное, в сериале каком-нибудь на Первом канале, да? Нет, нет, нет. Именно в полнометражном. А, в полнометражном. Да, да. Вот. И там, если ты берешься за съемку фильма, то ты можешь обратиться к ним. То есть, на Ленфильме существует единая база данных, где оставляют свои заявки весь персонал потенциальной съемочной группы. И за определенную плату ты можешь как себя туда внести, так и найти нужных тебе людей для реализации проекта. И однажды я подумал, а почему бы не попробовать создать нечто подобное на уровне великих лог? Ну, то есть, за бесплатное размещение заявок и за бесплатный доступ к базе. Ну, конечно, определенным образом я пытаюсь продвигать группу через доступные мне связи. Это группы «Город на Ловоте», «Типичные Великие Луки», «Великоузский Бэби Бум», «Драматический театр», «Докамени Ленина», «Движение Луки Байк», «Тот же Белой Кочки на студии». То есть, нас все больше. Постепенно движуха какая-то начинается. Главное, людей объединить. Бэт всю жизнь съедает, а тут есть реальная возможность как-то самореализоваться. В общем, я подозреваю, что беседа у нас будет очень интересная. Сейчас возьмем небольшую музыкальную паузу, вернемся в студию совсем скоро и продолжим наш разговор. Прямо сейчас «Дельфин. Любовь». Я, Игорь Борисов, беседую с Александром Новинским. Это режиссер, актер, оператор, монтажер. Человек на все руки. Да, человек на все руки мастер. И мы перед паузой разговаривали об актерской базе «Великих Лук». И, собственно, из того, что я услышал, возникает следующий вопрос. Главная задача актерской базы «Великих Лук» именно собрать всех актеров в одном месте? Или она какая? Или там несколько задач? Нет. Ну, знаете, да, действительно, не только актеров, но и типажей. Потому что, ну, это значит, что совершенно любой человек, который в последний раз касался актерской какой-то темы еще в школьном спектакле несколько лет назад, а может быть, много лет назад, тоже может составить свою заявку. Ну, то есть, знаете, люди отзываются, потому что кто-то мне пишет личные сообщения, кто-то оставляет заявку в группе, что и правильно, потому что я именно к этому всех призываю, оставлять заявку на всеобщем обозрении. Но тут, видите ли, ничего не поделать. Многое приходится осуществлять своими силами. Я до сих пор, как ни странно, не смог найти ни каких-то спонсоров, да, ни меценатов, которым было бы это интересно. И то, что касается оборудования, например, для съемок, то его тоже приходится приобретать и как бы из своего кармана. В Великих Луках даже арендной студии нет, и это плохо. Так что, когда подходишь к съемке фильма, то чувствуешь себя первопроходцем. Как я уже сказал, кроме творческой группы «Транспокатор» и «Белой кочи» в городе практически никого нет. И, понимаете, я как-то немало общался с людьми разных возрастов и постепенно заметил, что полно таких, которые в силу каких-то обстоятельств, не смогли реализовать свою мечту. Ну, например... А самая частая, какая причина, что они смогли реализовать свою мечту? Знаете, вот ограниченность мышления. Я вот так вот скажу. Ну, я сейчас, конечно, буду утрировать, но, например, кто-то мечтал о Голливуде, да? Но неожиданно после... Почему мечтал? Я до сих пор мечтаю. Ну, так это хорошо, да? Кто-то может мечтать, и для него мечта будет какой-то подвешенной морковкой перед носом, да? А для кого-то мечта – это какие-то достижимые цели. То есть по-разному бывает. Ну, и... Ну, например, да, вот мечтал о Голливуде, но неожиданно после выпускного, ну, всякое бывает, ребенок родился и все. Как бы он свою мечту откладывает какой-то в долгий ящик. Или, например, родители кого-то из дома выгнали и... Сказали, иди учись. Ну, или хотя бы так. Потому что, знаете, бывает, что как бы как в озере скидывают с лодки, чтобы научился плавать. Здесь то же самое. То есть когда у человека нет никаких других мыслей, кроме как обеспечить свой быт, как-то оплатить там съемную квартиру, да, например, или еще что-то, то, ну, это очень плохо. Ну, как бы всякое бывает, да? Кому-то больше везет, кому-то меньше. И тут, может быть, у какого-нибудь водителя маршрутки или продавца торгового павильона, или у промоутера, скрыт такой талант, о котором он просто не подозревает. И здесь как раз и появляется актерская база Великих Лук. То есть я и предлагаю, друг, попробуй разместить свою заявку в актерской базе. Не стесняйся. Да, да, потому что не я... В принципе, ничего не потеряешь. Конечно. То есть не я, так кто-то другой рано или поздно заинтересуется твоим типажом. Это как исполнитель роли Хана Соло, как же его... Харрисон Форд. Он же вообще с Толером и плотником работал. А потом его заметил как раз-таки Джордж Лукас и сказал, ты будешь Ханом Соло. Ну, таких примеров много. Потому что он ходил по разнообразным прослушиваниям, актерского образования у него нет. И у Джима Керри, кстати, тоже нет актерского образования. И вообще у него образование 9 классов. То есть... Таких людей много. И не только среди актеров. Ну, да. Среди музыкантов тоже много очень людей, которые без музыкального образования высшего и даже там школы музыкальной. Так что, друзья, пробуйте. В этом нет ничего такого страшного. Конечно. Конечно, поволнуетесь перед тем, как прийти на кастинг. Ну, да. Потому что терять-то нечего. У человека, который оставляет свою заявку, появляется перспектива принять участие в чем-то новом. Я, например, делаю только первые шаги в кино. Но полно людей, которые гораздо профессиональнее меня. Которые более подготовлены. Вот приедут они в Великие Луки снимать какой-нибудь фильм. А тут актерская база. И они такие... Ага. Вот они-то нам и нужны. Потому что там полно заявок, полно людей, которые оставляют их. Я изначально говорю, что вся деятельность базы строится на бесплатной основе. У меня, например, нет денег оплатить услуги актеров. И я думаю, что я не один, да, такой. Как бы... Ну да. Да. Ну, дело как бы в заинтересованности самих людей, которые там оставляют заявки. То есть, если вы хотите принять участие в чем-то интересном, пожалуйста, пишите. Оставляйте заявки. Пока не попробуешь, ты не узнаешь, на что способен. Ну что ж, друзья, прервемся на небольшую паузу. Вернемся мы совсем-совсем скоро. И продолжим нашу замечательную беседу с Александром Новинским. Правильно, да? Да. С Александром Новинским по поводу вообще всего актерской базы и предстоящего фильма. Как это все будет проходить. В общем, оставайтесь на 102.6 FM. Здесь не случайная беседа. Вернемся мы совсем-совсем скоро. Мы продолжаем нашу не случайную беседу. Александр Новинский, мой гость. Я, Игорь Борисов, здесь с вами. Ну и, собственно, про актерскую базу уже узнали. И, ну вот, расскажи, для фильма о Ковалевской собрана уже команда? Ну, к сожалению, нет. Я многократно говорил, что мы открыты для сотрудничества. Ни за какую сферу деятельности для нашего фильма не возьмись, да. Как бы практически везде любой человек может проявить себя. Ну, кто угодно. Нам и водители нужны, и гримеры, и парикмахеры, может быть, да, тоже. Ну, историки, крыведы, художники, реквизиторы, операторы, сценаристы. Ну, кто угодно. В общем, полный набор. Да, то есть вопрос заинтересованности. Все, что я могу предложить замену, это способствовать продвижению вашего имени. Потому что репутация дорогого стоит, как ни странно. Ну да. А этот фильм после окончания отправится по ряду кинофестивалей. Возможно, на телевидении. У нас все авторское, даже музыка. Ну, например, два композитора прямо сейчас трудятся над написанием саундтреков. То есть, все свое. А сколько будет саундтреков? Сколько будет треков в саундтреке официальном? Пока точно не могу сказать, около от пяти до десяти. То есть, сейчас готов только один. Но он будет уже, как бы, главной темой. Main theme. Ну, например, ну да. То есть, сейчас предстоит очень долгая и кропотливая работа. Съемки продлятся минимум полгода. То есть, мы в августе начинаем. И, как закончим, это не раньше декабря. То есть, ну, три времени года. То есть, ну, это немало. Ну да. За такие крупные проекты я, конечно, до сего момента не брался. Но это же не значит, что у меня нет опыта. Просто сейчас пришел момент, когда надо скомпоноваться. И для этого мне нужны люди. Ответственность-то большая. Да, конечно. Вот. И да. И число людей в съемочной группе растет. Но их недостаточно. Так что, да, мы открыты для сотрудничества. Как с людьми, так и с организациями. Если они могут как-то способствовать, да, реализации или продвижению проекта. Так, понятно. Ну вот. А почему фильм именно о Софье Ковалевской? Ну, причин много. Сложно выделить какую-то из них. Главную, да. Доминирующую. Они все накладываются, наслаиваются. Как-то друг на друга. Ну, как я уже сказал, она очень многоградный человек. Между прочим, она не только математик, она еще и писатель. Почему-то многие об этом забывают. Потому что все говорят, да, как бы, Ковалевская первая русская женщина-математик. Но не только. Потому что сколько у нее в жизни было трудностей, неудач. Это может для кого-то послужить мотивацией. И вместе с тем, фильмы о науке, как мне кажется, сейчас просто очень необходимы людям. Потому что на фоне всего того влияния средств массы информации, какой-то клирикализации общества, всего мракобесия, который по телеканалам, ну там, РЕН-ТВ, ТВ-3, ну все понятно. Ой, это вообще потрясающий канал. Конечно, да. И главная проблема-то в том, что люди все больше этому верят. Люди практически разучились критически мыслить. Они не задают вопросов. То есть они либо все впитывают в себя, либо свое мнение засовывают куда подальше. И, по-моему, это крайне неверный подход. И в этом смысле Софья Ковалевская прекрасный пример для подражания. Как человек, который плыл против течения и выступал против какого-то принятого в обществе уклада вещей. Порой совершенно безрассудного и нелогичного. И мне кажется, она заслуживает большего внимания и уважения к своей персоне. Вот вы видели, в каком состоянии находится сейчас музей-садьба Корвина-Круковских? К сожалению, был там давно. Порядка, наверное, лет 15 назад. Может, даже больше. Я, честно говоря, не помню уже. 15 лет назад. И вот за эти 15 лет, конечно, там многое изменилось. Но, ну, я сейчас говорю, например, в 2000 или в 2001 году там была, туда приезжала просто провальная делегация ЮНЕСКО. То есть усадьба до сих пор пустая с того времени. Ну, вы знаете, наверное, эту историю, когда приехала делегация ЮНЕСКО, юбилей со дня рождения Ковалевской, да. А там здание с забитыми окнами стоит. То есть сейчас это прекрасно отремонтированное здание снаружи по-прежнему стоит с голыми пустыми стенами внутри. Там даже света нет. Там просто провода торчат. Ну, по-моему, это... Здесь какой-то подвох кроется. Потому что мы много говорим о Ковалевской. Мы все привыкли, что эта фамилия так или иначе всплывает, когда задумываешься о величайших ученых в нашей стране. Или нашего края. Но почему мы с 1891 года, когда она умерла, так и не смогли отдать должное такому человеку? У нас в области разве много музеев? То есть все просто постоянно говорят «Ковалевская первая русская женщина-математик». Но ничего не делают для сохранения ее имени. И толком они ничего не знают. Ну, большинство, по крайней мере. Ну, может быть, за исключением, несколько лет назад, вы знаете, лет пять назад, имя Ковалевской было присвоено нашей гимназии. Да, я в тот момент заканчивал академию, да. Вот. То есть я фильмам хочу напомнить, насколько она великая. Ну, то есть насколько она была сильным человеком. Ну, с точки зрения драматургии, это очень интересно. Далеко не все в ее жизни было гладко. И говорить первая русская женщина-математик, не беря в расчет то, какой, как она стала такой, и какие она трудности преодолела, неправильно. И вот поэтому я и хочу снимать о ней. Она очень талантливый и всесторонне развитый человек. Ну, что ж, понятно. Я, наверное, и я, и наши слушатели поняли, почему фильм именно о Софье Ковалевской. Ну, а мы сейчас уйдем на небольшую рекламную музыкальную паузу, вернемся в эфир совсем скоро, и будем уже подводить некие итоги нашего, нашей неслучайной беседы. В общем, оставайтесь на 102.6 FM, на Луки ФМ, да, у нас здесь очень-очень интересно. Мураками 364 в эфире Луки ФМ, 16 часов и 41 минуту. Ну, а мы уже потихонечку начинаем завершать нашу беседу, но я так чувствую по взгляду Александра, что там еще не совсем все до конца рассказал. Ну, в общем, обсудили мы, почему именно фильм о Софье Ковалевской, ну и вот идея фильма главная, и в чем замысел? Ну, многое из того, что я сегодня наговорил, так или иначе подводит к этой мысли. То есть к идее того, что великий ум рождается в сопротивлении. Когда человеку приходится отстаивать свою позицию, постоянно наталкиваться на проблемы какие-то, да, или неприятности, это прекрасным образом сказывается на его умственных способностях. Это закон природы. Эволюция подарила нам это свойство, которое, возможно, призвано, да, обеспечивает нашу выжимаемость. То есть без постоянных нагрузок или тренировок мышцы не вырастут, быстрее ты бегать не станешь. Именно. Да, а тут то же самое касается и ума. То есть ты умнее не станешь, более приспособленным не станешь. Сиди на диване. Да, да. И тут моя задача показать, что если ты плывешь против течения, отстаиваешь свою позицию и право на существование, то, скорее всего, ты на верном пути. Ну, по-другому не бывает. И мне кажется, Ковалевская это понимала. И если говорить о теме фильма, то тут поднимается тема, что вроде бы самый передовой институт нашего общества, ну, то есть наука, да, ученые, далеко не всегда сами являются независимыми от каких-то догм и традиций. Ну, по крайней мере, в 19 веке это было именно так. В наше время, ну, конечно, некоторые вещи обстоят несколько иначе. Например, сегодня, в отличие от 19 века, женщины могут занимать практически любые должности. Да, абсолютно верно. Да. Ну, а стала бы Ковалевская в нынешних условиях настолько известной и сильной личностью? Ну, все зависит, наверное, от воспитания, может быть, каких-то мыслей, наверное, человека, чего он хочет, что ему привили в детстве. То есть, ну, здесь очень много факторов, которые оказывают влияние именно на восприятие человека. То есть здесь сказать однозначно, что она стала бы в наше время великой ученой, ну, я не знаю. Может быть, и да, а может быть, и нет. 50 на 50. Ну, да, может быть. Но этим фильмом я хочу как бы затронуть, да, что сколько сегодня существует таких Ковалевских, независимо от пола, да, которые не могут проявить себя. В этом-то и загвоздка. Наше общество далеко не идеально. А сегодня мы, возможно, вообще стоим одной ногой в новом Средневековье. То есть, и моя задача обратить на это внимание. Мы слишком зависим от разиции и боимся чего-то нового. Так что тема фильма именно в этом. Противостояние одного ученого против остальных. В том числе Российской Академии Наук, ну, с которой у нее были особенные отношения. Ну, вы знаете, наверное, что она первоначально планировала именно туда. Там ее не приняли. И только после этого она уехала в Европу. То есть, это был некий толчок, который заставил ее покинуть Россию, уехать в Европу, где впоследствии стать профессором Стокгольмского университета. Она мечту осуществила. То есть, по-вашему, главное следовать за мечтой. Правильно? Конечно. Ну, это же не только Ковалевской касается. Люди боятся своих желаний. Ну, часто зашоренные какие-то, да, или забитые, они считают, что недостойны чего-то большего. Ну, главное, от зарплаты до зарплаты просуществовать. В пятницу так отдохнуть, хорошенько отдохнуть. А выходные проваляться на диване. И в понедельник идти на какую-то работу, которую даже работой сложно назвать. Это просто деятельность, за которую платить деньги. И многие так именно живут. То есть, вещи-то вроде бы очевидные, которые все понимают. Работа должна приносить удовольствие. И если его нет, то все очень плохо. Отсюда и хобби все прорастают. Если твое основное занятие в жизни не совпадает с тем, на что ты тратишь свое свободное время, ну, если это, конечно, не бездействие, то стоит, наверное, задуматься, как превратить... Прокастинация, да. Да, ну, то есть, как превратить хобби в источник дохода. Не все сразу, но постепенно плоды появятся. Не сразу Москва строилась. Так что следовать за мечтой, мне кажется, это просто жизненно необходимо. Чтобы знать, что ты живешь, а не существуешь просто, да, бесцельно. Мечта должна быть целью. Не морковкой, подвешенной перед носом, а чем-то досягаемым. И Ковалевская этого добилась. Несмотря на все преграды, возможно, она именно поэтому и сказала слишком много счастья. Знаете, да, эти слова? Это ее знаменитые пресмертные слова, которые она сказала. Да. То есть, она получила, что хотела. Ну, мне кажется, это достойно. Да. Следовать за мечтой, это всегда, всегда достойно. И если эта мечта исполнилась, то это, наверное, приносит кучу удовольствия. Конечно. И появляется другая мечта, за которую тоже нужно следовать. Главное, не сидеть на месте. Да. Возвращаясь к актерской базе, сколько человек оставили свои заявки? Свои заявки на сегодняшний день оставили 56 человек. То есть, для нашего... Этого достаточно для фильма? Вопрос не только фильма. Просто для нашего города это немало. Ну, только вдумайтесь, 56 человек, которые оставили заявки, готовы прямо сейчас сорваться и поехать куда-то на съемку. По-моему, это хороший результат. Может быть, конечно, не настолько большой, как на том же Ленфильме, да и вообще... Ну, там же база, наверное, всероссийская. Конечно, да. Но на уровне такого города, как Великие Луки, это много. И нас все больше. И у людей появляется желание попробовать для себя что-то новое. Ну, для тех, кто является профессиональным актером, я сейчас говорю о людях из драматического театра, да, ДК имени Ленина, может быть, какого-то... Каком-то персонале из ДК, ЛК, да и вообще людей, которые так или иначе связаны с этой профессией и проживают в городе Великие Луки. Для них это тоже некий опыт. Ну, выхода из привычной зоны комфорта. Как я уже сказал, люди, оставляющие заявки в группе, ничего не теряют. Ну, почему бы и нет, да? По сути, да. Они просто приобретают перспективу. Это и школьников касается. Ну, может быть, некоторые из них подумают о поступлении в творческие вузы. И таких у нас тоже... Такие у нас тоже есть, между прочим. То есть, даже сейчас я могу с уверенностью сказать, что заявок больше, нежели я сам могу задействовать в своих фильмах. В том числе, в фильме о Ковалевской. Но я же не один. Так что, для всех, кто нас сейчас слушает, я могу сказать, почему бы и нет. Почему бы вам не попробовать проявить себя? Неважно, кто вы, сколько вам лет, где вы учитесь, кем являетесь в жизни, кем работаете, какие ваши увлечения. Вы всегда можете зайти в нашу группу и заявить о себе. Либо подключиться к актерам, операторам, монтажерам, художникам. Вот, кстати, об этом. Выбрана уже съемочная группа для фильма Ковалевской? Я скажу так. Она в процессе формирования. Сейчас достигнута договоренность с двумя операторами, с несколькими актерами, с костюмером, с двумя композиторами, еще некоторыми людьми. Но сценариста не хватает. Не хватает еще одного оператора, может быть, да? Не хватает какой-то поддержки со стороны людей, имеющих доступ в архив города. Это, может быть, краеведов, реквизиторов. Сейчас многое находится на стадии переговоров. И я предлагаю в обмен за участие не только сам факт причастности к чему-то важному, да? Но все-таки Ковалевская, это достаточно важно, согласитесь. Тема такая... Ну, для нашего города, даже для нашей области это тема такая, что реально великий человек жил в нашей области, и... И мы о нем почти ничего не знаем. Именно. Да. То есть, я предлагаю рекламу вашего имени доступными мне способами. И в главную очередь, это, конечно, имя в титрах. Как я уже сказал, потому что работа пойдет на кинофестивале. Работы, конечно, много сейчас предстоит, но я и не спешу. У меня сейчас полно времени, конечно, впереди. Знаете, говорят, как не спеши, а то успеешь. Сарказм. Да, да, да. Не торопись, а то успеешь, да. Да, да, да. Не хочется людей подвести. Ответственность-то большая, но это и своего рода азарт. Потому что интересно браться за что-то большое и объемное, и глубокое, как тема Ковалевской, например. И жизнь Софьи Ковалевской, мне кажется, более чем соответствует этим запросам. Так что я уверен, что у нас все получится. Мы постараемся, по крайней мере. Ну и у нас уже по традиции, уже сложилась такая добрая теплая традиция. Все гости нашей студии что-то желают нашим слушателям. Чего пожелаешь-то нашим слушателям? Ну, наверное, не бояться экспериментировать. Брать все в свои руки, потому что надо быть приспособленным к нашей жизни. Она постоянно меняется. И наша задача, задача любого человека проявить себя, оставить какую-то частичку себя в мире. Ну, вы понимаете. Да, конечно, понимаю, да. Да, то есть главное не сидеть на месте, не замыкаться в своей зоне комфорта. Просто пробовать. Неважно, что это. Касается вообще любых сфер жизни. То есть это может касаться всего. Может быть, хобби у кого-то заниматься резьбой по дереву, или дома строить деревянные, например, или работать на радиостанции Луки-ФМ. Это не хобби, это настоящая работа. Это настоящая работа, да. Это настоящая работа. Я к тому, что надо стараться пробовать что-то новое. Ну что ж, в студии Луки-ФМ в рамках неслучайной беседы был Александр Новинский. Спасибо тебе, что зашел к нам в студию, рассказала о Софье Ковалевской. Прожимаем друг другу руки. С вами в студии был Игорь Борисов. Это была неслучайная беседа. И я всем говорю, всем пока-пока и до скорых встреч по ту сторону радиоприемника. Редактор субтитров А.Семкин